Здравствуйте, меня зовут Мария, я работаю в студии массажа Михаила Русь. Сегодня в этом видео я хочу осветить вопрос проблем с поясницей и с крестцовым отделом позвоночника. В каких случаях к нам обращаются и в каких случаях стоит обращаться? И что мы можем предложить для борьбы с проблемами в данной области? Основных вопросов два. Это так называемые признаки и последствия остеохондроза. Это грыжи и протрузии. Кстати, это самое частое место их локализации между последним поясничным позвонком и первым крестцовым позвонком. А почему? Раскрой секрет людям. Почему? Потому что поясничный отдел один из самых подвижных вместе с шейным. И напряженных. И напряженных. И на сустав между подвижным поясничным отделом и совершенно неподвижным сросшимся крестцовым отделом приходится часто вес тела плюс всего того, что мы хватаем себе на руки. Рычажность нашего организма сделана так, что когда мы поднимаем на вытянутые руки груз в 5-10 килограмм, то в пояснице нагрузка возрастает раз в 20. Именно в пояснице. За счет рычага вот этого. Да. Особенно сейчас стали очень популярными тренировки в тренажерном зале. В том числе такое упражнение, как становая тяга. Если его выполнять неправильно, не по технике, можно заработать проблемы в поясничном отделе только так. И без пояса. Пояс тоже очень хорошая защита. Защита, страховка. Поэтому, пожалуйста, берегите себя. Опять же, когда поднимаете тяжести, мы все понимаем, дачи, ремонты, но себе дороже. Аккуратненько, понемножку себя нагружайте. С пониманием. С пониманием. Спорт нужен, физическая активность тоже нужна, но не до убоя. И второй вопрос, с которым обращаются часто и чаще всего молодые люди, ведущие активный образ жизни. Часто это водители. Также это проблема седалищного нерва. Одно- или двустороннее поражение седалищного нерва. Возникают боли, которые движутся от поясничной области вдоль по ягодице, вниз до голени. И вплоть до лодыжки. По самому седалищному неру, правильно? Да, вдоль самого седалищного нерва. Его особенность также в том, что проблема может быть в пояснице, но при этом будет, например, упорно болеть задняя поверхность бедра. Это происходит из-за неадекватных нагрузок, из-за сидячего образа жизни, еще и по-особенному сидячего, с заброшенной ногой на ногу сидячим образом жизни. За счет этого пережимается седалищный нерв механически, то есть одну ногу положив на другую, мы перекрываем седалищному нерву кислород. Во-первых, и во-вторых, мы производим таким образом смещение между поясничным отделом и крестцовым отделом, что мы можем предложить нашей студии. Так как это студия массажа, понятное дело, мы рекомендуем массаж. Причем как курсом, так и регулярно. А если бы это была больница, что бы мы не порекомендовали массаж? Мы порекомендовали бы, тем более часто приходят к нам люди именно с рекомендацией врача. С направлением врача. Массаж спины общий оздоровительный номер 10, ну то есть 10 раз. Но мы исповедуем индивидуальный подход, поэтому сколько вам нужно будет, столько и будет сделано. Также это, конечно, активный образ жизни, умеренные физические нагрузки. То, что называется физкультурой, в том числе лечебная физкультура, йога, плавательный бассейн, это все вам будет только в плюс. Особенно на себе испробовала действие массажа и йоги, ну я не любитель плавательных бассейнов, сразу становится гораздо легче. Вопрос по сегментарному воздействию. Сейчас наше видео будет называться массаж пластично-крестцового отдела, да? Но во всех наших практиках мы работаем с большими объемами. Если спина, то это общий массаж всей спины. Почему так мы делаем? Почему не точечно, не сегментарно? Почему мы работаем полностью, если это позвоночник, то полностью со всем позвоночником? Почему? Потому что позвоночник это целостный орган. То есть не позвонок это орган, а позвоночник это целостный орган. И это как ось. То есть, работая с позвоночником, мы работаем со всем телом, в том числе с седалищным нервом на наезд, болью в голове, с онемением рук и так далее. Тем более, беда редко ходит одна, поэтому если у человека болит в районе седалищного нерва, далеко не факт, что при этом нет проблемы с шеей, просто на данный момент человек о ней забыл из-за острой боли. Ну и чисто банально, что если даже проблемы только с поясницей, а весь остальной позвоночник здоровый, эффекта будет больше, если мы будем работать полностью со всей спиной. А еще лучше, если мы будем работать полностью со всем телом. Это, честное слово, намного эффективнее, чем сональное воздействие. Особенно седалищным нервам, еще и ножки. Да, да. Задавайте вопросы в комментариях. И спасибо за просмотр.